Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Среди всех тревожных новостей сегодня немного о хорошем. О предстоящем, совершенно удивительном празднике, который празднуется уже во многих регионах России, о празднике «Спасибо за жизнь». Сегодня прошла рабочая встреча с представителями администрации, городской думы, представителями образования и культуры и социального служения. О чем шла речь? О том, чтобы во всех детских садах воспитатели порекомендовали детям подготовить поздравительные открытки своим родителям. И пусть они еще не умеют писать, но нарисуют какие-нибудь рисунки, подготовят какие-то добрые поделки, а дома обязательно в этот день скажут родителям спасибо. Спасибо за жизнь. Ведь вера – это удел душ благодарных, так говорил святитель Иоанн Златоуст. И вера начинается не с похода в церковь, а с умения научиться благодарить маму за вкусно приготовленный пирог. И вот научить детей благодарить своих родителей, своих благодетелей, воспитателей за все хорошее и доброе – задача всех нас – пап, мам, бабушек и дедушек. Праздник «Спасибо за жизнь» было рекомендовано провести в учреждениях культуры Краснодарского края с тем, чтобы провести при библиотеках, при читальных залах тематические беседы на тему благодарности родителям. А также в воскресных школах – храмов нашей митрополии. В рамках этого праздника в школах также рекомендовано приготовить детям поздравительные открытки родителям. Тем, кто помогает им в жизни, конечно, будет обращено внимание на мамочек беременных, которые уже под сердцем носят младенца. И решили оставить жизнь, а не прервать ее. Мы все должны поблагодарить своих родителей за то, что мы с вами живы, у кого живы родители. Пусть этот день превратится в общий день благодарности тем, ради которых мы живы. В этот день мы можем поблагодарить докторов, наших врачей, которые заботятся о нашем здоровье, а порою исцеляют нас от различных недугов. Можно особо поблагодарить тех, кто защищает нашу жизнь на фронтах сегодняшних сражений. Те, кто получил ранение и нуждается в нашей помощи. Как важно им не просто написать письмо, хотя и это для них было бы очень приятно. Но наша задача, если есть возможность, посетить раненых, больных, а может быть проведать тех, чьи сыновья, чьи мужья ушли на фронт сегодня. Наша задача позаботиться о семьях, призванных на фронт, о семьях, мобилизованных. И это задача и Церкви, и нашего общества. Одним словом, 22 декабря – предстоящий праздник благодарности за жизнь. Мы с вами можем и должны сказать самые теплые слова благодарности нашим родителям, нашим родным и близким, нашим докторам и заботящимся о нашей с вами сегодняшней жизни, о тех защитниках, которые защищают нашу Родину. И, конечно, мы поблагодарим Бога за жизнь, за то, что мы живы, Господи. Всякое дыхание дохвалит Господа. Пока мы дышим, пока мы живем, будем благодарить Бога и всех тех, кто живет и трудится рядом с нами. В храмах Метрополии, в воскресных школах планируется в этот день провести не только особые молитвы, но и мероприятия, которые приурочены к Дню Благодарности за жизнь. В нашем храме Рождества Христова 22 декабря в 18.30 мы планируем послужить молебен с Акафистом. Слава Богу за все! По завершении молебна с Акафистом мы прочитаем молитву о защитниках нашего Отечества и о наших с вами родителях. Будем учить своих детей, да и сами научаться благодарить Бога, своих близких и родных, за то, что мы живы, за то, что мы вместе. И как было бы хорошо, если бы такой замечательный, добрый, светлый, семейный праздник «Спасибо за жизнь» стал традиционным не только у нас на Кубани, но и в нашей богоспасаемой Руси. Постараемся, достойно встретив Его, не забывать благодарить Бога и друг друга за жизнь не только в один день, но и в каждый день нашей с вами жизни. Храни всех вас Христос! Субтитры создавал DimaTorzok